Хвалите имя Господне, Хвалите имя Господа. Словно оберегая Русь святую, на пути сквозь долгую кромешную смуту, дано Господом Богом ей бесценное сокровище – православное старчество. Появившись на Руси сразу после ее крещения, особого расцвета своего достигло оно в начале XIX века, как раз тогда, когда народ российский был подвергнут великому искушению – искушению революционным бунтарством. Озарив души старцев ясным светом своим, наставил их Господь на сохранение чистоты и веры, боголюбия и благочестия, смирения и терпения – всего, чем богата была душа русская. Особое место в этом великом делании отведено духовному подвигу старцев свято-введенской оптиной пустыни. Оптина-пустынь была одним из важнейших центров русского православия. Все, что не происходило бы в России, находило свое отражение в делах и помыслах оптинских старцев. И все, что не случалось бы в этой древней обители, воспринималось всей России как божественное знамение. Духовник оптиной пустыни – старец Ильи. Когда я некогда думал, а как же те почившие иноки, которые столько лет провели в обителях, и вот теперь они разорены, эти обители, и о них никто не вспомнит, не помолится, то сейчас, когда вот мы видим, не только поминаются все синодики прошлой этих инок, но и даже восстанавливается память сугубо таких духовных святилок, как старцы нашей оптиной пустыни, и отмечается их высокой духовной степень жизни, причисления к лику святых. И, конечно, все это дает радость, умиление, вот, и укрепляет нас в подвиги духовные. Знак нашей любви – привите от меня лично и от братьев святой обители сия эти цветы. 27 июля 1996 года братья и насельники Оптиной пустыни цветами и хлебом с солью встретили святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II. Мы видим возрождение духа нашего народа, возрождение веры, возрождение России. И Оптина пустынь, которая всегда была духовным центром русского православия, она и сегодня принимает в своих стенах множество паломников, приезжающих из различных городов и весей Руси ближнего и дальнего зарубежья. И то событие, которое произойдет сегодня, явится еще новым притягательным стимулом для того, чтобы люди Божии приходили бы сюда и молились преподобным, старцам Оптинским, которые при жизни руководили, наставляли, молились и укрепляли людей в их жизненном подвиге. И мы верим, они будут молитвенниками о всех, которые с верой и упованием будут прибегать к их молитвенному предстательству. Чин прославления в лике святых Собора Отцев и Старцев Оптиной пустыни просиявших. По милости Божией восемь лет минуло с того времени, когда Господь дивный во святых своих благоволил воздвигнуть на свежниц общецерковного почитания великого подвижника земли русской преподобного Амбросия, старца Оптинского. Святость и богоугодность, жития которого Бог засвидетельствовал многими чудесами, а православный верующий народ искренней любовью, почитанием и богоговейным обращением к нему в молитве. И вот сегодня мы с вами являемся свидетелями большого церковного события, участниками прославления в ряду местно чтимых святых еще тринадцати оптинских старцев. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сию благодатную эпоху возрождения русской церкви, когда поднимаются из руин тысячи порушенных и оскверненных святынь, когда православие возвращается к полноте традиционного служения Богу и миру, когда народ обращается к духовным истокам христианства, пред нашим взором вновь предстает уникальный опыт старцев в Оптинской пустыне, сочетавших в своей жизни строгую верность православной монашеской традиции и пастырскую открытость миру, глубокую молитву и деятельную любовь, преподобническое житие и исповеднический мученический подвиг. Изучив житие и подвиги оптинских старцев, подвижников веры и отметив их праведное житие во исполнение заповедей Христовых и во славу Святой Троицы, духовничество и наставление вере в православный чад церковных, дар прозорливости и пророчества, исповедничество и мученичество, бывшие по молитвам старцев чудотворения, продолжающиеся и поныне, непрекращающиеся народное почитание, мы с благоговением и любовью определяем. Первое. Причислить к лику местно чтимых святых в Оптинской пустыне преподобных, их останки считать святыми мощами, писать Оптинским преподобным иконы для поклонения и чествования согласно правилам Седьмого Вселенского Собора. О сей благой и благодатной радости прославления Оптинских старцев в Соборе Оптинских святых возвестить в пастве Русской Православной Церкви. Молитвами и предстательством Оптинских святых додарует всемилостивый Господь благословение всем с верою и любовью, притекающим к их небесному заступлению. Божьей милостью, смиренный Алексий, патриарх московский и всея Руси, священно-архимандрит Свято-Виденской Оптиной пустыни. Свято-Виденская Оптина пустынь 26 июля 1996 года. Благословляется и освящается образ сей собора преподобных старцев Оптинских окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобни, отцы, наши старцы, оптинских Волите Бога! Преподобни, отцы, наши старцы, оптинских Волите Бога! Оптина пустынь Возникла в первой половине 15 века. По преданию основал ее Опта, ранее бывший предводителем разбойников, но искренне покаявшийся и принявший постик монашеский с именем Макарий, дабы искупить грехи свои тяжкие. Не раз за свою долгую историю подвергалась обитель разорению тратьих вражьих, не раз приходила в упадок и была на грани упразднения, но хранил Господь ее для великих дел предназначенную. И вновь возрождалась Оптина пустынь, как птица феникс из пепла и вновь расцветала с еще пущей силы. Последний раз была упразднена пустынь в 1923 году. Многие братья обители приняли от новых властей смерть мученическую. Спустя 65 лет вновь зазвучало в древних храмах Слово Божие, и вновь оказалась Оптина пустынь в самой стремнении битвы за веру Христову. На Пасху 1993 года были убиты трое монахов Оптиной пустыни. Василий, Ферапонт и Трофим. Их убийца действовал по наущению голосов, звучавших в нем непрестанно. Так началась новая глава в летописи оптинских мучеников. Люты и коварны силы зла, но более их велика сила духа воителей Церкви Христовой. Не было никогда в обители бросающихся в глаза богатств и роскоши, но было в ней сокровище, которому со всего православного мира стремились богомольцы. Сокровище это старцы Оптиной пустыни. По воле Божией было им предназначено хранить осеняющую землю российскую свет веры православной. Потому-то и стали они не просто боголюбцами, а воинами Христовыми за веру свою, стоящими насмерть. Возрожденный храм во имя иконы Казанской Божьей Матери стал семидесятым храмом, освященным патриархом московским и все Руси Алексием Вторым. Жертвам, ниже и всему храму ныне благоволивности восстанавливаться в честь иконы Божьей Матери, именуемые Казанской, в честь раздвижения креста Господня Святаго Великомученика Георгия Победоносца и Святаго Великомученика Беода Растратилата Касвале Твоей Единородного Твоего Сына и Всесвятаго Твоего Сына. «Что же такое старец?» спрашивал Федор Михайлович Достоевский и отвечал. «Это берущий вашу душу, вашу волю, свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни, обрекающую себя, принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою для того, чтобы мог наконец достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не узнали». «Не в обзания Ти дам, яка Иуда, но яка разбойник исповедую Тя, помяни мя Господи во Царствие Твоем, да не в суд или во осуждение будет не причащение при чистых Твоих таях, новое исцеление души и Тева. Аминь». В начале XIX века, когда настоятелем монастыря становится архимандрит Моисей, духовное наставление, получившее от самого Серафима Саровского, в Оптиной пустыне зарождается старчество. Моисей приглашает в обитель двух уже известных к тому времени православных подвижников – Иеросхимонаха Льва, ставшего первым великим оптинским старцем, и Иеросхимонаха Макария. Старцы охотно шли в монастырь, ибо понимали, сколь обширным будет поле их деятельности. Специально для старцев строится скит. Скитоначальником становится брат Моисея – игумен Антоний. Особенностью оптинского старчества стало то, что старцы не замкнулись в стенах обители, а распахнув монастырские ворота, стали воистину старцами всей Руси. Их подвигом стало служение русскому народу. Они несли на себе грехи и судьбу его, и могли сказать ему слова древнего чина усыновления – «На вы и мои согрешения твои». Именно здесь, в Оптиной пустыне, после векового разделения произошла встреча русской интеллигенции и русской православной церкви. Возложив на оптинских старцев великую миссию, наделил Господь их не только тонким глубоким умом, но и чудесным даром предвидения. На многие годы вперед пророчествовали старцы о грядущих бедах России и о ее духовном возрождении. Под окормлением великих духовников выросло не одно поколение братья монастыря. На смену старцам в бозе почившем приходили их ученики полной светлой божественной силы. Чудной духовной силой одарил Господь великого оптинского старца Амвросия. Не было в России такого уголка, где бы не слыхали о его задушевных беседах, о его пророчествах. Отовсюду стремились к Амвросию люди. Ежедневно он принимал множество посетителей, отвечал на сотни писем. Для всех и для всего находились у старца и силы, и время. Самые замечательные представители русской интеллигенции, такие как Достоевский, Толстой, Соловьев, Леонтьев, прошли по этому крыльцу в келью Амвросия, который был единственным, кто мог бы дать ответы на многие волнующие их вопросы. Блажен и праведен земной путь великого старца. Монашеский постриг принял он в благодарность Господу за исцеление свое от неизлечимой болезни. Первые годы его иноческой жизни прошли под окормлением старцев Льва и Макария. Шаг за шагом шел Амвросий нелегким путем духовного совершенствования. Очень скоро стал он помогать отцу Макарию в его духовном подвижничестве, а после смерти наставника занял его место. Резкое ухудшение здоровья не сказалось на деятельности старца. Будучи уже не в состоянии выходить из кельи, он продолжал свое служение Богу и людям. после смерти не ушел Амвросий из духовной жизни России, став ее небесным хранителем и молитвенником. ПЕСНЯ 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 Удивительная история схемонахини Серафима. Приняв постриг, ей посчастливилось еще застать великих оптинских старцев. После закрытия монастыря она молила Бога, чтобы тот позволил ей не умирать до тех пор, пока ее обитель не будет возрождена. Господь выполнил ее просьбу, и, дожив до 104 лет, сестра Серафима стала свидетельницей новой жизни пустыни. ПЕСНЯ 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 Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в Казанскую Свято-Амбросийскую пустынь для освящения храма во имя преподобного Амбросия Оптинского. На этом месте располагалась келья, в которой преподобный представился в 1891 году. ПЕСНЯ 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. И укрепи нас, и удавли благодатью и пришествием животворящего и святаго Твоего Духа совершите без осуждения обновление храма сего, и в нем жертвенника сотворите освящение. Звучит музыка. 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 И все же не все погибнут. Звучит музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok